Доброе утро, церковь! Друзья, по-настоящему великая радость для каждого возрожденного сердца верующего человека иметь Христа и жить им. Это великая привилегия, благословение и радость, которую Господь дает каждому верующему человеку. Я хочу, чтобы мы в это утро обратимся к Божьему Слову и прочитаем место Священного Писания, записанное в 1-м послании Иоанна, в 1-й главе с 5-го по 7-й стихи. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Апостол Иоанн является автором данного послания, которое Господь оставил нам как истину, которую мы можем уповать. И это послание, первое послание Иоанна, было написано в конце 1-го века, одно из самых поздних посланий Нового Завета. Апостол Иоанн написал его уже в преклонном возрасте, уже даже в этом послании он обращается к верующим, говоря, «Дети мои», как указывает на великую, большую разницу в возрасте тем, кто слышал это послание или читал его. Он написал это послание с целью укрепить церковь всех верующих в духовных истинах. Знаете, все мы, верующие, нуждаемся в том, чтобы укрепляться в Божьей истине, будет тверже и тверже стоять на этой истине, указывая на истинные показатели духовной жизни. И вот Иоанн хочет показать истинные показатели духовной жизни, разрушить ложное представление о Боге и отношениях с Ним, что было связано с учением гностицизма. Вы знаете, что в конце первого века одно из заблуждений или ересей, которое начало проникать в церковь, учение гностиков, это разделение духовного и материального мира. И эти философии Древнего Римской империи, они как бы пытались соединиться, и люди пытались соединить это с христианским учением. А вот апостол Иоанн хочет противостоять своему посланию всяким влиянием гностицизма или такого философского взгляда на многие вещи духовные. Я говорил, что укрепить в истине и показать истинные показатели, принципы духовной жизни, что является доказательством подлинной духовной жизни, не просто какой-нибудь духовной жизни, а подлинности духовной жизни. И в начале своего послания к церкви апостол Иоанн хочет представить нам Бога. Вы заметили вот тот отрывок, который мы прочитали? Первый стих, в котором мы прочитали, пятый стих. Он хочет показать нам истинную природу Бога, характер Бога. Для этого он обращается к учению Иисуса Христа, когда Он был на земле. И это не личное откровение Иоанна. Он говорит, что Иоанн не просто личное какого-то, и не результат его философских, это его личные свидетельства, то, что он видел, слышал, а не философские исследования или какая-то вещь, которую получил он извне. Но Иоанн имел личное свидетельство о том, что говорил Иисус Христос. Смотрите, которые слова, которые в пятом стихе он говорит. «Которые мы слышали от Него и возвещаем вам». В чем состоит эта весть? И весь это стоит в том, что Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Слово, употребленное здесь апостолом Иоанном, свет, по-другому переводится, светило, освящение или просвещение. Этот символ используется в Библии для описания двух направлений. Этот образ света. Первое – это свет, как описание Божьей истины. Вы понимаете, что такое свет? Это истина Божия, то есть это как свет. А тьма – это как описание заблуждения или лжи. Это первое представление о свете. Второе представление о свете, как образ света, в отношении нравственной чистоте в жизни. Это отношение святости, морального совершенства и абсолютной праведности. То есть свет показывает, что Бог абсолютно праведен, свят и чист в своей сущности. А тьма – это как противопоставление, это грех или неправедные поступки. Вот апостол Иоанн хочет сказать нам, что Бог является светом. Он без изъянов, без полутонов. Вы знаете, что в восточной философии очень любят соединять. Они говорят, что как бы есть, как эти философы пытались сказать, что в Боге есть что-то нечистое. В Боге что-то, может быть, что-то лукавое есть. И эти философы, они шли дальше, они оскорбляли, они вводили ересь в церкви, искажая природу Бога. Иоанн хочет не согласиться с этим. Он говорит, Бог – это то, что есть свет, то, что есть истина, святость, чистота и праведность. Бог не может потворствовать никакой форме греха. Об этом говорит сам Иисус в Нагорной проповеди. Вы помните, Иисус, обращаясь в 5 главе 48 стихи Евангелия от Матфея, Он говорит, «Итак, будьте совершенен, как совершен Отец ваш Небесный». То есть все совершенство, которое есть во всей вселенной, принадлежит Господу. Господь является совершенством. В нем нет никакой нечистоты. Хочу задать вопрос, почему верующим нужно напоминать о совершенстве Бога? Почему это нужно? Я бы сказал, что в Римской империи существовало множество философских школ, которые извращали понимание Бога. И некоторые люди пытались винить это в церковь, как бы соединить это, добавить в церковь. И наше время, ну, ничем не лучше многих тех времен, которые были до этого. Многие также пытаются соединить восточные философии с Богом. И мистицизм, какое-то духовное, псевдо-духовные вещи добавить к Евангелию. Иоанн сам слышал от Христа и не может допустить согласия с ложными представлениями о Боге. Иоанн хочет, чтобы говорить нам о сущности истинного Бога о непридуманном людьми и о качествах, обязательных для общения с Богом. Своим существованием все мы, друзья, и средствами к его продолжению мы обязаны Богу, который есть свет. То есть все, что есть в нас и все, чем мы обязаны, это все Божьи дары. Результат его влияния в нашу жизнь. Бог является совершенством, во-первых, с богословской точки зрения. Иоанн говорит, Бог есть истина, Он не может ошибаться. С нравственной позицией Бог есть добро, рядом с Ним нет места злу. Никакому. В основании подлинной духовной жизни всегда лежит... Почему это важно, друзья? Почему важно понимать этот свет? В основании подлинной духовной жизни всегда лежит подлинное представление о Боге. И наоборот, следствием извращенного понимания Бога будет извращенная жизнь. Не бывает одного без другого. Многим людям нравится представлять себе Бога. И это очень удобно. То есть выдумывать себе Бога. Удобно человеческой плоти. Очень. Оправдать себя. И если наш взгляд на Бога неверен, это будет иметь вечные и катастрофические последствия. То есть если мы неправильно понимаем Господа, это приведет нас к погибели. Весь Ветхий Завет повествует нам историю о взаимоотношениях Бога с человечеством. Вот Ветхий Завет нам открывает характер Бога, природу Бога, представляет нам живого Бога, невыдуманного, который действует в истории человечества. И кульминацией этого влияния стало пришествие Иисуса Христа на эту землю. Помним, если мы возьмем два стиха послания к евреям. Автор послания к евреям говорит в первом и втором стихе первой главы. «Бог, многократно и многообразно говоривший издрели отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Чтобы знать об истинном Боге, нужно обратиться к Божьему Слову. Каково наше представление, я задаю вопрос всем нам, каково наше представление о Боге? Чем сформировано наше представление? Откуда мы взяли, что Бог, о котором мы думаем, Он такой, а не мы сами Его выдумали или придумали, или добавили что-то к Нему? Интересно, вот примером такого выдуманного Бога описывает 49-й псалом. Если кто-то кто-то читал, 49-й псалтирь, 49-й псалом. Я хочу, чтобы мы прочитали отрывок с 16 по 22 стихи. 49-й псалом, 16-й, 22-й стихи. Обращение Господа к человеку. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. «Ты это делал, и я молчал», говорит Господь. «Ты подумал, что я такой же, как и ты, изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Каковы результаты такого отношения? Смотрите, Господь говорит, «Ты это делал, и я молчал». И люди думают, когда Господь молчит, значит, возможно, все нормально. Возможно, тот Бог, который верит, все это одобряет, соглашается с твоим поведением. Если такие моменты, Господь молчит, Божье Слово говорит, знаете что? Это признак Божьего суда, а не Божьего одобрения. И Господь хочет сказать, знаете, как Он говорит? «Изобличу тебя, представлю пред глаза твои грехи твои, уразумейте это, забывающие Бога». Интересно, что, как человек относился к Божьему Слову? «Ненавидит наставление мое, и слова мои бросаешь за себя». То есть, к Божьему Слову, к Божьей истине человек равнодушен. «Ненавидишь наставление». То есть, человек не хочет слушать, что говорит Божье Слово. Его позиция в жизни. «Я буду жить по своим правилам. Я сам выдумаю то, как я понимаю правильно». Неверное представление о Боге приводит к ужасным последствиям. Еще одна мысль заключена в утверждении апостола Иоанна о свете. И в чем она? Она состоит в том, что ничто не скрыто от Божьего Света. Ничто не можно укрыть от Божьего Света. В Евреям 4 главе 13 стихе Писание говорит, «Все обнажено и открыто перед ночами Его, и Ему дадим отчет». То есть, ты не можешь ничего спрятать. Как бы ты ни пытался, Господь все знает, Ему все открыто. И рано или поздно это все всплывет. И на Божьем суде твоя совесть, которая говорила тебе, покажет тебе все твое. Она будет свидетельствовать против тебя. Ты узнаешь, кем ты был, что Господь неоднократно обращался к твоей совести, к твоему внутреннему человеку. Ты не сможешь оправдаться. От Господа невозможно ничего скрыть или утаить, или спрятаться. Хорошим примером для нас слова являются Иисуса Христа. В Евангелии от Луки, 16 главе, 15 стихе, Иисус говорит, помните, 16-15, Он сказал им, людям, которые думали о себе очень хорошо, вы высказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Если его свет проникает в нашу жизнь, в ней не остается места ни одного темного уголка. Наставление, Божье Слово, оно хочет просветить, оно хочет открыть нам всю нашу жизнь, все уголки, спрятанные, возможно, или скрытые от нашего взора. Все будет освящено. Иоанн переходит далее к исследованию и опровержению тех ошибочных жизненных позиций, существовавших в его время. И не менее широко распространенных в наши дни. Иоанн каждый раз начинает с одного и того же вступительного фразы «Если мы говорим». Это он говорит в 6, 8 и 10 стихе первого послания Иоанна. То есть он начинает одно и то же утверждение одними и теми же словами «Если мы говорим». И сегодня, наверное, мы рассмотрим только одно утверждение. Каждый раз можем проверить себя в том, действительно мы имеем общение с Богом. В жизни верующего человека эти предупреждения не разрушают веру. Друзья, когда мы обращаемся к Божьему Слову, к серьезным Божьим истинам, они не разрушают нашу веру, а помогают еще глубже утвердиться в истине. Возможно, проверить свой внутренний мир, свое внутреннее отношение с Богом. И он обращается так в 6 стихе. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». По-другому этот стих можно охарактеризовать одной фразой. «Если слова расходятся с жизнью». Слово в этом стихе «общение» еще переводится как «взаимоотношение или соучастие». То есть человек говорит о своих взаимоотношениях с Богом, о своем участии в отношениях с Богом. Слово «ходить» по-другому переводится «поступать», «жить», «вести» или «действовать». «Ходить» указывает на постоянное движение. Но поэтому на современном языке оно может быть приравнено к высказыванию «стиль жизни». То есть «ходить» значит у человека стиль жизни такой. «Ходить во тьме» это значит жить или поступать в соответствии с невежеством, заблуждениями или ложными обучиями. Есть люди как и тогда, как сегодня, которые говорят о своем общении с Господом, но не поступают согласно той истине, которую Господь оставил для нас. Это является важным аспектом для понимания этого стиха. это значит, что люди не просто живут в грехе. Знаете, мы иногда говорим о том, что человек в каком-то формальном, может быть, грубом грехе живет, но это значит, что люди не поступают в соответствии с повелением Божьего Слова, не живут в свете Божьей истины. притворное заявление людей об их якобы духовном общении с Богом, которые на деле такового общения не имели. Это печальная реальность, прослеживающаяся протяжении всей истории. Мы видим печально, когда люди говорят о своей вере и не поступают. Некоторым из таких людей безразлична Божья истина. их жизнь сфокусирована на своем представлении о духовной жизни и общении с Богом. То есть они первая мысль была первого пятого стиха они выдумывают себе Бога, а потом они выдумывают то служение, которое угодно Богу. И апостол Иоанн не боится обвинить таких людей во лжи. Божье Слово не хочет, чтобы никто не был обманут или жил в самообмане. Друзья, самообман беда нашего времени. Мы лжем, говоря, будто имеем общение с Богом, если на самом деле ведем неправедную жизнь либо руководим их своим представлениями. Божье Слово называет ложью всякие подобные утверждения людей. Человек, упорствующий в грехе, равный и не поступающий по Божьей истине, не может находиться в общении с Богом. Иоанн говорит, невозможно так. Если говорит человек одно, но в своей жизни не ходит, не подчиняется Божьему Слову, это ложь. И он человек не может быть в общении с Богом. Лгать самому себе это ужасное состояние души. Во-первых, в чем они лгут? Они лгут о Боге. Почему они лгут? Он не имеет с ними общения. А второе, они лгут о самих себе, так как не имеют послания от Бога, недоступа к Нему. Некоторые люди не считали грехом свое неприятие христианских ценностей, своим поведением, и они обнаруживают, что их исповедание ложно. Чтобы иметь общение с Богом, человек не должен скрывать никакой грех. Таким людям необходимо покориться по велению Иоанна Крестителя. Если человек живет в таком состоянии, ему нужно читать Евангелие от Матфея, 3 глава, 8 стих. Иоанн Креститель говорил людям, которые шли к нему, он говорил, «Сотворите же достойный плод покаяния». О чем мы говорили в начале нашего служения? Мы говорили о том, что закон добр. Закон производит, просвещает всю нашу духовную жизнь. Он открывает нашу внутреннюю сущность и ведет нас к чему? К покаянию, к истинным сокрушению, и исправлению. Лишь в одной сфере, в сфере света, возможно действенное общение с Богом. Это доказывает нам истину о том, что спасающая вера является также освящающей. То есть, если человек говорит, что он имеет спасающую веру, он будет спасаться от греха, освящаться каждый день в своей жизни, убегать от греха. Внутреннее желание искать правды, любить свет. Это признак живого христианина. Спасающая вера является и также освящающей. Не бывает спасения без освящения и отделения от греха или лжи. Если человек говорит, что имеет общение с Богом и ходит во тьме, он никогда не был спасен. Доказательство нашей веры, искреннего стремления познать Бога, может быть только такой стиль жизни, который включает в себя праведную жизнь, основанную на Божьей истине. Иисус говорит всем нам, помните, в Евангелии Матфея 5, глава 16 стихи, Нагорная проповедь, Матфея 5, глава 16 стих, тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Каждый христианин, каждый верующий человек, светильник, ты можешь не думать о себе, но Господь о себе говорит, ты светильник, ты должен светить. И Он говорит, да светит, Он говорит, перед людьми, чтобы они видели и прославляли Отца небесного. Третье, что происходит, когда истина руководит жизнью? Очень важное повеление. Что происходит, когда истина руководит жизнью? Седьмой стих, который мы читали. Если же ходим во свете, подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Наше единство основано на Боге, на истине о подлинном Боге, описанном в Божьем Слове, а не на выдумках и представлениях людей. Я хочу задать всем нам вопрос, почему мы ходим в церковь? Что объединяет нас, как детей Божьих? Как мы понимаем духовное единство? Наше единство, оно на этой истине основано. Это то, в чем наша сила, в чем наше единство. Если наше единство будет сформировано какими-то традициями, просто нас так научили, рано или поздно наверное желание ходить в церковь может пропасть, если наше единство не основано на Божьей истине. На наших отношениях с Иисусом Христом, любви к Божьему Слову. Это Слово объединило нас, это истина о Христе, о любви к Богу и к Божьему Слово объединило всех нас. Мы стремимся, любим это Слово, читаем его, утешаемся им, собираемся вместе, чтобы поклоняться Ему на основании той истины, которую нам открыл. Это наше единство как верующих детей, как Божьих детей, на истине о подлинном Боге, не о выданном, это подлинная истина о подлинном живом Боге. И это описано в Божьем Слове. Свет это та основополагающая реальность, которая объединяет всех нас, как детей Божьих. Свет эта истина Божьей Слово объединяет нас, и если мы не посвящены этой истине, мы не сможем сохранить единство. Если мы не посвятили свою жизнь этой истине, истине о Боге, отношения к Суду Христу, наше единство может быть разрушено. Хождение во свете не значит совершенство, оно означает открытость к свету, то есть что это значит? Это не значит, что мы совершенными стали. Это значит, что мы воспринимаем, любим этот свет, любим эту истину, и мы восприимчивы к нему, мы принимаем и соглашаемся с ним, даже когда наше внутреннее чувство противится ему. Мы принимаем это и соглашаемся с ним. Соединение с этим светом в духе и в практическом поведении свидетельствует о наличии общения с Богом. То есть мы соединяемся, и в практическом поведении хотим быть послушными этому слову. Общение друг с другом это следствие общения со Христом. Неоднократно на протяжении первого послания Иоанн учит нас, что никто не может искренне любить Бога, не любя других верующих людей. В своей 5 главе этого послания во втором стихе Иоанн говорит всем нам, что мы любим детей Божьих узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Мы любим верующих других, относимся открыто к ним, из того, когда любим Бога. Любовь к Богу проецируется на отношение к тем людям, которые тоже Господь возлюбил, точно так же, как и меня. Иоанн передает нам слова Иисуса в Евангелии, и Евангелие говорит, помните, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 20-21 стих, я хочу, прочитали мы. Иоанна, 3 глава, 20-21 стих, Иисус говорит, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явлены были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вот на этих двух стихах видно направление жизни человека, духовной жизни. Всякий, кто любит Христа, кто любит Божье Слово, что он делает? Он идет к свету, он стремится, чтобы свет Божьего Слова осветил всю его жизнь, любящий истину стремится к ней, любящий свет идет к нему, и духовная жизнь ведет к духовному общению. Эти люди не хотят ничего прятать. Понимаете, в чем смысл этих возрожденного чехосеяния? Он не хочет ничего прятать, он хочет, чтобы это открылось и очистить свой внутренний мир от всякой скверны. Ему не хочет прятаться. верующий с живущим в Божьем свете радостно общаться друг с другом. И это общение помогает нам еще больше и больше укрепляться в Господе. Свет указывает путь и помогает продвигаться к нему вперед. И наоборот, если человек не любит истину, он будет устраняться от нее, потому что истина обличает его, истина ведет, режет ему внутренний мир показывает ему несовершенство. Он пытается спрятаться куда-нибудь. Иисус говорит, чтобы мы, чтобы не обличились дела его. Путь общения, это путь очищения, это не его путь, как бы, для невозрожденного человека, это не его путь очищения. В первом псалме, в пятом стихе записаны слова такие, помните? «Потому не устоять нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Им неудобно там. В обществе благочестивых, любящих Бога людей им неудобно. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. «Опять говорит Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру», Иисус говорит, «кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Кто следует, мы любим Христа, следуем за Ним, мы следуем за этим светом. Это вовсе не значит, что мы должны всегда быть согласны друг с другом, хотя это хорошо и правильно иметь согласие друг с другом. Если между нами будет любовь, то при всех разногласиях мы сохраним мир между собой, не разорвав узы, связывающие нас. И сказано так в конце 7 стиха 1 главы «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Самое великое Божие чудо состоит в том, что только благодаря подвигу Христа на кресте нам, несовершенному творению, открылась возможность вступить в общение с абсолютно совершенным Богом. Великое чудо! Мы можем войти в присутствие Божие. Иисус вводит нас в общение с Богом, дает нам дерзновение в этом общении, открывает наши глаза духовные. Духовное общение на основании истины ведет к чему? К очищению. И очищение написано происходит постоянно. Когда мы пребываем постоянно, любим Божье Слово, про очищение происходит постоянно. Это вся наша жизнь. Идти за ним и очищаться от всего неугодного ему. В книге притчи 28 главе 13 стихе сказано, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Путь очищения человек открывает Господу и это ведет его к очищению, будет помилован. Лучи Божьего Слова высвечивают все грехи, от которых можно избавиться с помощью Святого Духа, способны извинить всю нашу жизнь. Глубочайший смысл того, что глагол очищается, стоит в настоящем времени, состоит также в том, что его действие распространяется на нас постоянно. Его кровь производит в нас освящающее действие, посредством которого грех все более и более подавляется. Мы любим Господа. Я пробовать это назвал жизнь во Христе. Я хочу напомнить три пункта, о чем мы говорили. Жизнь во Христе включает в себя подлинное представление о Боге, не выдуманное, а живое. Жизнь во Христе удаляет всякое лукавство и двойную жизнь. Слова не должны расходиться с жизнью. Человек верующий в жизнь со Христом удаляет всякое лицемерие и лукавство в жизни. И третье, о чем мы говорили, жизнь со Христом ведет нас к более глубокому очищающему общению друг с другом. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Давайте Запись этой проповеди была подготовлена для вас церковью Вифлеем. Мы евангельские христиане баптисты. Наша церковь находится по адресу город Минск улица Горецкого дом 93